Легенды Байкала воплотились в жизнь на арене бриллиантового цирка Якутии. В минувшие выходные состоялась премьера представления государственного цирка Бурятии. Национальные предания артисты представили на суд якутского зрителя в цирковой форме. Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. В течение быстром ангары у самого истока большая глыба из воды торчала одиноко. История любви прекрасной ангары дочери Байкала и смелого Енисея развернулась под куполом якутского цирка. Воздушные гимнастцы, взмывая над волнами озера, в своем номере рассказали предания о появлении двух рек. Мы рассказываем о легендах бурят, которые живут на берегах Байкала. И каждая история показана в цирковом ключе, что очень интересно для зрителей. И с этой программой мы уже в течение года ездим по стране. Представление неспроста начали именно с этой легенды. В ней заложена история появления на свет знаменитого шаман-камня, острова Альхон и других священных мест Байкала. Тема шаманизма, которая неотрывна от культуры бурятского народа, нашла в своем воплощении выступлений жонглеров. Например, номер шаманки. И моя задача – донести ауру вот этой вот шаманской жизни, чтобы зритель почувствовал кожи, мурашки, чтобы по коже пошли, как это все грациозно, как это все широкомасштабно. Заметим, бурятский цирк относительно молодой. Он образовался в 1996 году. Но несмотря на такой возраст, артисты выполняют сложные трюки без страховки. В представлении задействованы всего 16 человек. Каждый из них выходит на сцену сразу в нескольких номерах и в самых разных жанрах. Мы работаем в различных жанрах, то есть это и вальтижная акробатика, и подкидные доски, это и водоперчивые девочки, и жонглирование, и скакалки, и оригинальные жанры. Есть, естественно, клоунада. Думаю, что детям понравится. Представления продлятся в бриллиантовом цирке Якутии до 4 ноября. Также в эти дни приглашенные артисты встретятся с представителями бурятской общины в Якутии. Сарглана Захарова, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.